Здравствуйте! В эфире программа «Сахалин сегодня». Меня зовут Влад Французов. В ближайшие полчаса корреспонденты Солнце-ТВ расскажут о самых заметных событиях региона. А пока коротко о главных темах выпуска. Дню науки посвящается. Полицейские рассказали о способах исследования улик. Урод Гиена и южно-сахалинские дошколята научились чистить зубы с помощью рисования. Дефектов становится меньше. Дорожные ямы в областном центре заполняют литым асфальтом. Комсомольские коллекторы вернули к штатному режиму работы после аварии. Об этом сообщают в администрации Южно-Сахалинска. В ночь с понедельника на вторник из-за масштабного сбоя на объекте в городе произошли проблемы с теплоснабжением. Сеть вывели на нужные параметры. В шести домах, в которых произошли порывы на внутренних сетях горячего водоснабжения, восстановление завершили. Сейчас работы ведут по отдельным заявкам от жителей. Специалисты предупреждают, в тех домах, где параметры были снижены, можно наблюдать за воздушиванием внутренней системы теплоснабжения. Эти проблемы устраняют управляющие компании. В то же время в городе запустили проверку. Расследование будет проводиться, повторюсь, с присутствием представителей Ростехнадзора, Министерства ТЭК и ЖКХ, Министерства энергетики, специалистов администрации и Сахалинской коммунальной компании, и, соответственно, Сахэнерго. Уверен, что работа комиссии будет объективна, но мое требование осталось однозначным, что должны быть вскрыты все причины – технические, организационные, любые. Работу ведут и в дворах. Особое внимание уделяют тем, в которых пришлось сбрасывать воду. Там специалисты завода имени Федотова совместно с управляющими компаниями организовали противогололедную обработку. Три четверти уголовных дел невозможно расследовать без проведения криминалистических экспертиз. По одному происшествию могут провести порядка пяти исследований разной направленности. Это выявление отпечатков пальцев, проверка почерка и установление подлинности документов. О способах расшифровки и исследования улик рассказали сотрудники полиции нашему корреспонденту. В Сахалинской области используют 7 основных видов криминалистической экспертизы и около 20 специальных. Эксперт Евгения Дронкина в своей работе чаще всего сталкивается с дактилоскопическим методом исследования. Проще говоря, устанавливает личность человека по отпечаткам пальцев. И вот машина вам сама строит скелет. И уже исходя из этого, вы сами должны корректировать, правильно ли машина расставила признаки. Например, вот признак, да, окончание популярной линии. Машина ставит как слияние. Это немного разные признаки, поэтому нужно здесь откорректировать и нарисовать как положено. Если проконтролировать точку, она будет уже светиться зеленым, а до этого бы светилась красным. Другая востребованная процедура – проверка подлинности ценных бумаг, документов, водительских прав и платежных средств. Опытные эксперты поддельные купюры зачастую могут определить визуально. Фальшивые деньги изготавливают из двух листов бумаги, соответственно, псевдобанковский билет толще оригинального. И у него могут расходиться углы. Однако некоторые нюансы способны разглядеть только специальная техника. Данный компаратор имеет различные режимы, такие как ультрафиолет, инфокрасное излучение. Также в инфокрасном излучении можно выбирать различные светофильтры. К примеру, если взять ультрафиолет, можно выявлять дополнительные элементы защиты, которые будут люминесцировать. Например, как мы видим, люминесцируют красным светом – это защитные волокна. Сотрудники полиции рассказывают, что в нашем регионе выполняют все необходимые виды экспертиз. Если потребуется дополнительное узконаправленное исследование, материалы дела передадут в другой город, где есть соответствующие специалисты. Различные проверки актуальны не только для подразделений ОМВД, но также и для Следственного комитета и Федеральной службы безопасности. Наиболее востребованное, к сожалению, это экспертизы наркотических средств. Бежит достаточно большое нашего времени. И в последнее время все большее значение приобрели автотехнические экспертизы, компьютерные и лингвистические. Криминалистические экспертизы проводят не только для восстановления справедливости, но и для научных целей. Сотрудники полиции рассказывают, бывают случаи, когда к ним обращаются специалисты музеев или архивов, чтобы восстановить историческую достоверность или содержание документов. Жители старого дома в Березниках осмотрели свои будущие квартиры в новом доме. Жилье планируют сдать весной. Предварительный показ провели специалисты администрации Южно-Сахалинска. Людей в Березниках переселят из дома номер 8 по улице Зеленая. Ранее его признали аварийным в новостройке. Их ждут две трехкомнатные и шесть двухкомнатных квартир. Общая площадь жилья составляет 400 квадратных метров. В 2023 мы планируем переселить около 4000 квадратных метров аварийного жилья. Переселение у нас осуществляется тремя способами. Это покупка квартир на первичном рынке, покупка квартир на вторичном рынке, а также строительство муниципального жилья. Программа по переселению из аварийного жилья рассчитана на 5 лет. Ее реализация продлится до 2025 года. В Южно-Сахалинске проходит серия просветительских мероприятий для детей. Цель уроков – развитие у дошкольников устойчивую привычку следить за личной гигиеной и своим здоровьем. Проект организует островной центр медицинской профилактики. Одно из последних занятий прошло в детском санатории областного центра. Подробнее в следующем сюжете. Дошкалята внимательно слушают специалистов и отвечают на простые вопросы. Что такое кариес? Для чего и как часто следует чистить зубы? Лекторы заранее подготовились и подают информацию в игровой форме. Здесь плюшевый персонаж – розовая пантера, он же тренажер. А рисование – способ научить ребенка правильно пользоваться зубной щеткой. Очищаем зубы верхней челюсти, как будто рисуем небо сверху вниз, сверху вниз. Много движений, выметающих движений для того, чтобы почистить весь мягкий зубной налет. Специфическая манера преподавания урока гигиены, говорят специалисты, работает. Дети быстро и легко запоминают движения, а главное – осознают важность процедуры, которая должна войти в их распорядок на всю дальнейшую жизнь. Она направлена в первую очередь на развитие устойчивого навыка у детей правильного ухода за полостью рта. То есть с раннего детства. Мы приучаем детей не просто чистить зубы, а чистить зубы качественно, бережно счищая мягкий зубной налет, для того, чтобы не давать микроорганизмам размножаться в полостью рта. В центре медпрофилактики проводят такие занятия регулярно, почти ежедневно. Все уроки являются частью большой программы, разработанной специалистами. Проводим такие мероприятия в детских учреждениях города Южно-Сахалинск. Это наш проект «Здоровые дети – здоровое общество». Это называется «Уроки здоровья». На них ребята узнают о гигиене, общей гигиене, о здоровом образе жизни. В следующие месяцы волонтеры центра продолжат посещать дошкольные учреждения, чтобы обучать детей здоровым и полезным привычкам. Евгений Черомахин, Иван Гамзов, Андрей Лангерман, Сонс-ТВ. В Южно-Сахалинске обновили 420 квадратных метров дорожного полотна. В реставрации использовали технологии литого асфальта. Она позволяет качественно проводить работы даже в условиях отрицательных температур. Подрядная организация заполняла асфальтом дефекты. И выбоины на дорогах преимущественно в ночное и вечернее время, чтобы не создавать проблем движению автомобилей в городе. В ночь на 8 февраля специалисты привели в порядок участок улицы Чехова. Будет проводиться мониторинг нашими специалистами, выявляться новые какие-то выбоины, ямки. И будем их заделывать. У нас зимний период до 15 апреля длится, поэтому будем где-то планировать до 15. Все, что возможно делать, будем делать. Уже сейчас в ходе текущего мониторинга выявлено около 80 квадратных метров дефектной проезжей части. В самое ближайшее время городские власти обещают их устранить. Вы смотрите программу «Сахалин сегодня» и мы продолжаем. Власти областного центра пытаются выиграть деньги на строительство набережной реки Рогатка. В связи с этим проект второго этапа возведения променада представят на всероссийском конкурсе. Победитель в нем получит федеральное финансирование. Для этого нужно выполнить ряд критериев. Один из них – заинтересованность жителей в реализации проекта. Обращает внимание экспертная комиссия также на качество планировочных и архитектурных решений, обоснованность выбора территории и сохранение историко-городостроительной среды. Пакет документов для участия в конкурсе отправят до 1 апреля. Победители определят 1 мая. А во второй очереди, с северной стороны, проектом предусмотрен амфитеатр, то есть такие посадочные места, что ты сидишь и смотришь на воду. То есть вот такие вещи. Ну и также освещение много хорошего и малые архитектурные формы. Ну как бы территория на самом деле, она где-то является и транзитной, и она не должна быть сильно перегруженной. На сегодняшний день строительство набережной находится на первом этапе. На зиму работы приостановили. Их возобновят 1 марта. В первую очередь намерены завершить к 1 июля. Всего проектом запланированы 6 этапов обновления. Подготовка к мастренечным гуляниям стартовала в Южно-Сахалинске. Праздник начнется 20 февраля и продлится целую неделю. Все это время для островитян в парке имени Гагарина будут проводить тематические концерты и игры, а также устраивать народные зававы. Кульминацией праздника станет сожжение чучела на территории озера Верхнее. Обряд прощания зимой проведут 26 февраля в воскресенье. Начало в 12 часов дня. Мы в настоящее время заготавливаем необходимые материалы. Даже только одной ткани, потому что маскинца должна быть красивая. У нас так называемая бязью уйдет более 50 метров. Само чучело изготавливается работниками парка. То есть мы сделали уже эскиз. Празднование в этот день проведут на всех площадках парка. Концертная программа будет состоять из выступлений местных творческих коллективов, игры и традиционных конкурсов. Отдыхающих угостят блинами и горячим чаем. Сахалинская сборная по керлингу дебютировала на первенстве Дальнего Востока. Соревнования подобного уровня для островного региона в новинку, как и сам вид спорта. Команду начали собирать только осенью. Во главе нее член российской сборной и участница Олимпиады в Сочи Екатерина Антонова. Удалось ли ей в сжатые сроки подготовить коллектив, узнавала наша съемочная группа. Мастерства сахалинским керлингистам, может, еще и не хватает, но командного духа могут и сами одолжить. Матвей вместе с партнерами приступил к тренировкам только осенью, но уже ощутил вкус победы. На региональном турнире его квартет занял первое место. Так и проложил барин тропу на дальневосточные соревнования. Он меня привлек тем, что он еще на Сахалине не раскрытый, и я решил просто попробовать. И мне потом стало интересно, потому что тут не надо ни бегать просто, ни торопишься, спокойно все делаешь. В Сахалинскую область на турнире представляют две команды. Это всего семь человек. Все они тренируются под началом Екатерины Антоновой. Специалист параллельно продолжает карьеру действующего игрока. Из-за этого ей на время пришлось оставить своих подопечных. По возвращении молодежь включилась в плотный рабочий график. Было максимальное количество тренировок на льду. Было УФП, мы занимались тактически, соответственно, с детьми изучали такие тактические приемы, отрабатывали процесс разминки и точность бросков. Поэтому максимальное количество тренировок. Ну, четыре тренировки в неделю по два часа. Островная сборная здесь самая неопытная. Более сыгранные соперники приехали из Хабаровского и Приморского краев. Всего в турнире участвует семь команд. Лучших выявят по круговой системе. Каждый сыграет с каждым. Сам же регламент проведения соревнований мало чем отличается от Олимпиады. Мы здесь будем играть по восемь эндов. Немножко меньше, чем, может быть, на Олимпийских играх. Но это стандартное, в принципе, количество эндов для большинства соревнований. Здесь мы никаких повлажек не даем. Первенство Дальнего Востока продлится до 11 февраля. Победитель отправится на международные зимние игры «Дети Азии». Они пройдут с 23 февраля по 5 марта в Кемеровской области. Евгений Черомухин, Влад Французов, Александр Тетюников, Евгений Дзябченко, Солнц-ТВ. Далее моя коллега коротко расскажет о других новостях Сахалинской области, заслуживающих внимания. Объем продаж свежезамороженной рыбы по сниженным ценам за январь 2023 года вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым. Общее количество скупленной наваги, камбалы, трески, ментая и сельди составил 160 тонн. Это стало возможным благодаря расширению областной программы по реализации свежевыловленной рыбы и увеличению ее ассортимента с 12 до 16 наименований. С конца прошлого года около тысячи подвалов многоквартирных домов в Южно-Сахалинске проверили на наличие захламлений и соблюдение правил пожарной безопасности. Средний процент захламленности в подвальных помещениях, нарушений уявленных, составляет порядка 70% от обследованных. Это достаточно высокий процент. При выявлении нарушений собственников предупреждают о необходимости разобрать помещение. Все вопросы по содержанию подвалов можно уточнить у специалистов по телефонам, которые вы видите на экране. Южно-Сахалинский камерный оркестр порадует своих слушателей серией тематических концертов. Этот год посвятят 150-летнему юбилею композитора Сергея Рахманинова. Масштабный цикл концертов стартует 1 апреля в день его рождения. В этом году симфоническая музыка будет звучать на разных площадках, в том числе и в городском парке. Сахалинские сноубордисты завоевали 6 медалей первенства России. Соревнования прошли на горнолыжном комплексе Абзакова, республике Башкортостан и собрали более 150 спортсменов со всей страны. Награды разыгрывались в двух дисциплинах – «Слалами» и «Славом гиганте». Это были все новости на сегодня. Напомню, их можно посмотреть еще раз на нашем ютуб-канале. Подписывайтесь на Солнце ТВ в социальных сетях и не забудьте завтра снова включить телевизор. С вами был Влад Французов. До встречи. Спонсор прогноза погоды – компания «Империя». Солнце ТВ в социальных сетях и не забудьте завтра. Солнце ТВ в социальных сетях и не забудьте завтра. Солнце ТВ в социальных сетях и не забудьте завтра. Солнце ТВ в социальных сетях и не забудьте завтра. Подробности по телефону 505 500 и на сайте. www.505500.ru Солнце ТВ в социальных сетях и не забудьте завтра. Солнце ТВ в социальных сетях и не забудьте завтра.